Всем привет! Зовут меня Владимир. В «Облаке» я занимаюсь платформой данных. И сегодня вместе с Екатериной мы расскажем про то, что мы делаем, почему мы делаем и что будем делать дальше. Надо сказать, что несмотря на то, что «Облако» запустилось всего лишь два года назад, мы были первыми в России, кто запустили сервисы управляемых баз данных. И при этом запустили их, имея уже довольно большой опыт предоставления этого сервиса внутри Яндекса для наших разработчиков. Сейчас нами пользуются примерно все сервисы Яндекса. Мы очень быстро растем, по всем показателям мы выросли практически на порядок в деньгах, в количестве пользователей, в тысячах кластеров, но это не повод останавливаться. Мы стараемся делать сервисы лучше, чем у всех конкурентов, и поэтому надо бежать быстро. Про это мы сегодня и расскажем. Про то, какие новые сервисы мы запускаем, немножко поговорим про аналитику, про то, как и почему мы развиваем текущие сервисы, ну и немножко поделимся планами. Начнем с Managed Service for Microsoft SQL Server, который мы сегодня анонсируем в публичное превью. Не уверен, что нужно рассказывать про то, что такое SQL Server. База данных общего назначения от Microsoft, которая очень много где используется и, что самое главное, широко распространена в Enterprise. Как я уже сказал, запускаем мы в публичное превью, а это значит, что пока сервис не тарифицируется и имеет некоторый набор ограничений. Например, сейчас мы будем предоставлять всего лишь одну версию 2016 со вторым сервис паком и будем предоставлять только Enterprise Edition. Для него будет доступна почасовая оплата, когда мы включим тарификацию и тогда же, когда будем переводить сервис в GA и включать биллинг, мы запустим Standard Edition и, возможно, еще какие-то другие. Следующий сервис, который мы анонсируем, это Elasticsearch. Про него расскажу чуть подробнее. У него две основных ниши использования. Одна из них – это полнотекстовый поиск, например, по каталогу товаров на сайте по любым словам. А второе – это Ad-hoc-аналитика, когда вы складываете в него неструктурированные данные и получаете удобные инструменты визуализации и анализы данных, которые у вас есть. В Яндексе Elasticsearch очень часто используется для хранения и обработки логов. Ну, а также зачастую он используется в CM-системах для аудитобезопасности. Мы запускаем сервис в публичное превью. Это значит, что он не тарифицируется. Сейчас у нас доступна только open-source версия. И, наверное, одна из важных возможностей, которая запускается – это тот факт, что вместе с разворачиваемым кластером сразу запускается Kibana для того, чтобы можно было удобно в удобном графическом интерфейсе анализировать ваши данные. Ну и третий сервис – это Kafka, который мы анонсировали в превью летом. Kafka на сегодняшний день стандарт де-факто для поточной обработки данных и передачи данных откуда-нибудь, куда-нибудь. Как я сказал, мы анонсировали его летом в превью, а сегодня снимаем waitlist. Сервисом может воспользоваться кто угодно, но все еще оставляем его в превью, он все еще не тарифицируется. С момента анонса мы сделали следующие вещи. Мы поддержали возможность запуска в произвольных сабнетах. Мы добавили шифрование и, соответственно, теперь к хестам можно подключаться не только из виртуальной сети. Сделали модификацию кластера, вынесли Zookeeper на отдельные хесты и прорастили метрики в мониторинг. Если посмотреть на все те сервисы, что у нас есть с точки зрения некоторой классификации технологий хранения и обработки данных, то сейчас у нас есть решение практически во всех нишах с вычетом графовых баз данных, которые пока не пользуются большим спросом. Это значит, что платформа данных в Яндекс.Облаке на сегодняшний день закрывает почти все сценарии. И когда про это заходит речь, пользователи спрашивают, классно, а как к вам переехать? И про это сейчас расскажет моя коллега Екатерина подробнее. Катя, тебе слово. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Вагина Екатерина. Я представляю команду, которая занимается транспортом данных внутри компании Яндекса. Сегодня я расскажу вам о сервисе Data Transfer. Итак, наш сервис создан для того, чтобы помочь вам решить задачу транспорта данных между вашими хранилищами, как локальными базами данных, так и управляемыми. Некоторое время назад сервис был запущен в режиме закрытого превью, и сегодня мы анонсируем режим публичного превью. В основе нашего сервиса лежит понятие трансфера, и по трансферу мы понимаем процесс переноса данных между источник, от источника к приемнику, а сами источники и приемники называем эндпоинтами. По факту трансферы бывают трех типов. Первый мы называем снапшотом, и он решает задачу переноса истории. Это значит, что уже в процессе транспорта данных на самом деле данные устаревают. Второй тип трансфера называется репликация, и он отвечает только за то, чтобы применить на приемнике изменения из источника. И есть третий тип трансфера, который мы называем полным, и он нужен для того, чтобы поддерживать полностью согласованную реплику в приемнике, да, такую же согласованную с источником, с базой источника. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, вам не потребуется ставить какой-то специальный софт. Все взаимодействие происходит через консоль, и необходимо будет настроить соединение с источником, с endpoint-приемником, связать их в одно целое и запустить трансфер. В процессе работы трансфера ваш база-источник будет оставаться работоспособной, а внутри сервиса, прямо в консоли, вы сможете видеть обратную связь о том, как он работает, логи и метрики. Несмотря на то, что концепция трансфера достаточно простая, с его помощью можно решить достаточно большое количество пользовательских задач. И самое первое, безусловно, это задача миграции в Яндекс.Облако. С помощью дейта-трансфера вы сможете как перевести базу один к одному, источник-приемник, так и объединить или разъединить их в процессе миграции. Есть другой класс пользовательских задач, который может быть полезно решить с помощью нашего сервиса. Это, например, задача разделения аналитической и продакшн-нагрузки или задача разворачивания окружения для разработчиков Яндекс.Облаки. В этих сценариях вам требуется иметь где-то копию данных для того, чтобы ваши разработчики или аналитики могли работать сразу со свежим состоянием вашей базы. И для этого сервис дейта-трансфер вам тоже в полной мере подойдет. Ну и также не будем забывать про сценарий дизастер-рекавери. Вы можете захотеть создать реплику вне облака или внутри облака для того, чтобы в случае отказа иметь, грубо говоря, запасной аэродром. И резюмируем то, что сейчас уже было сказано. Мы запускаем сервис в публичном превью. Некоторое время он будет доступен за вейт-листом. Пока в сервисе у нас поддержаны и доступны только гомогенные сценарии, это значит, что источником и приемником может выступать только база одного типа. Из хранилища сейчас вам будут доступны Postgres и MySQL. И при этом как источником, так и приемником могут быть локальные базы данных и управляемые. Так как сервис находится в публичном режиме, в паблик превью, то предоставляется он, безусловно, бесплатно. Что касаемо наших планов. Мы, безусловно, будем добавлять новые хранилища, будем запускать сервис в GA и, конечно же, поддержим гетерогенный сценарий. Если у вас есть запросы на какой-то конкретный сценарий или конкретный тип хранилища, который полезен именно вам, вы можете оставить заявку об этом в сообществе или у своего аккаунт-менеджера. Спасибо за внимание. Передаю слово Владимиру. Спасибо, Катя. Если посмотреть чуть шире, то получается, что кавка и дейтотрансфер становятся связующим звеном между двумя мирами того, что можно условно назвать рантайм и бэк-офис. Как обычно устроен какой-нибудь сервис? У него есть контур, который обслуживает реал-тайм нагрузку, там, не знаю, какие-то вычислительные ресурсы, например, в кубернетсе и какая-то база данных, не знаю, пасгресс, например. Вот. И есть какой-то контур, так скажем, в оффлайне, где подготавливаются данные, например, обучаются ML-модели или анализируются логи из рантайма и в зависимости от этого там варится какой-нибудь индекс или еще что-нибудь делается. И до сегодняшнего дня у нас на платформе не было хороших решений для связи этих двух миров. Вот. Кавка и дейтотрансфер – как раз такие сервисы. Платформа данных теперь позволяет решать практически все сценарии хранения и обработки данных. Давайте чуть подробнее остановимся на правой половинке картинки, поговорим про аналитику. Вот так мы видели аналитическую платформу какое-то количество времени назад. Здесь синим закрашено то, что у нас есть или было, а беленьким то, чего у нас нет или не было. Ну, мы посмотрели на эту картинку и стали закрашивать. Ну, во-первых, уже упомянутый дейтотрансфер и кавка появились, закрывая задачу поставки данных откуда-нибудь в аналитические хранилища. Следующее, что мы сделали, это юпитер ноутбуки в виде сервиса дейтосфер для того, если вам нужно обрабатывать, заниматься машинным обучением или какую-то кастомную логику реализовывать. Для автоматизации всех процессов вокруг аналитики мы в upstream популярного open source проекта Airflow сделали поддержку в виде провайдера Яндекс.Облака. И в скором времени этот образ Airflow появится в нашем маркетплейсе. И сценарии предобработки данных Data Prep и Master Data Management мы закрыли руками наших партнеров. Такая картинка выглядит уже более раскрашенной и позволяет решать очень широкий спектр аналитических сценариев на платформе Яндекс.Облако. Я не буду на этом останавливаться подробнее, потому что следующий за мной доклад рассказывает мой коллега Михаил и он как раз будет говорить про то, как строить аналитику на платформе Облако. Дальше давайте поговорим про развитие текущих сервисов не с точки зрения того, что мы сделали, а с точки зрения почему мы это делали. Во-первых, мы внимательно слушаем то, что вы нам говорите. Год назад на платформе Облако запустился раздел сообщества, где можно было оставлять идеи и голосовать за существующие идеи. Топ-1 идеей для платформы данных была поддержка Terraform. Собственно, мы ее и сделали. Сделали для всех управляемых сервисов, которые были анонсированы до сегодняшнего дня. Сделали с некоторыми ограничениями, они тут перечислены. Увидели, что на Terraform есть высокий спрос, много кто его просит им пользоваться и приняли для себя решение, что мы доведем его до состояния, когда он полностью догнал нашу API и дальше будем развивать много со временем. Вторая вещь, второй источник, откуда мы получаем ваш фидбэк, это, конечно же, support. Если посмотреть на обращение в support, то топ-3 класса проблем — это невозможность подключиться к базе в момент, когда ты только начинаешь пользоваться сервисом. Это проблема миграции, про которую только что выше рассказывала Екатерина, и про проблемы производительности, причем, как правило, не на текущий момент времени, а на то, что было в прошлом. Для этого мы сделали performance diagnostics. Давайте рассмотрим такой пример, что вот у вас зажигается алерт того, что время ответа вашей СУБД выросло. Можно открыть красивый веб-интерфейс и посмотреть на количество сессий, которые были в базе в каждый момент времени, сгруппированным по каким-то значениям. Вот в данном случае мы сгруппировали по пользователю и увидели, что всю нагрузку создает один пользователь Worker. Затем можно отфильтровать сессии пользователя Worker и сгруппировать их уже по событиям ожиданий и увидеть, что все они ожидают процессора, то есть они едят процессорное время. И что важно, внизу можно посмотреть запрос, который больше всего потребляет процессорного времени. И то, в чем мы сделали это лучше, чем у всех конкурентов, у кого это есть, это следующий экран, где мы добавили возможность посмотреть статистику по запросам. И не просто статистику на какой-то момент времени, а возможность сравнить статистику за несколько интервалов. Вот если опять же взять, отфильтровать конкретно этот запрос и сравнить два интервала времени, когда проблема есть и когда проблемы нет, можно увидеть, что количество вызовов сильно не изменилось, а время их исполнения изменилось сильно. И изменилось главным образом за счет большего потребления процессорного времени. Это значит, что скорее всего поехал план запроса, нужно внимательно в него смотреть и разбираться, почему так произошло. Пока что мы сделали эту штуку только для PASGRESS. Здесь есть какие-то детали про то, как она реализована, но основная мысль в том, что даже не будучи DBA с глубоким опытом работы с базами данных, вы теперь можете значительно проще находить проблемы и дальше их устранять. В ближайших планах у нас доделать это не только для PostgreSQL, а и для других СУБД, и мы собираемся сделать возможность выгрузки этих данных для того, чтобы их можно было анализировать, например, в даталенсе, объединяясь с другими данными или какую-то более хитрую аналитику проводить. Еще одна вещь, которую мы сделали по вашему фидбэку – это окно обслуживания. Допустим, нам нужно обновить минорную версию ClickHouse, мы делаем рассылку про то, что в такое-то время будем обновлять ваш кластер. И к нам в обратку приходят обращения в Support, что вот наш кластер можно в другое время, нам неудобно, у нас бизнес критичный процесс и так далее. Мы сделали возможным настроить это с точностью до кластера, и вот здесь есть скриншот веб-интерфейсе, на котором видно, что конкретный кластер в конкретное время будет обновляться на конкретное время, на конкретную версию. Кроме того, что это окно можно задать с точностью до кластера и увидеть, когда запланирована очередная операция. Важным является то, что его можно перенести, его можно выполнить прямо сейчас, можно подвинуть на следующее окно обслуживания через неделю, можно вообще задать произвольное время, когда оно будет выполнено. Следующий вектор развития, в сторону чего мы двигаемся – это удешевление сервиса. Год у всех был непростой, поэтому мы сделали резервы. Резервы – это возможность сильно сэкономить на вашей базе данных, там 30 процентов, если вы покупаете резерв на год или 50 процентов, если на три года. При этом резервы мы сделали не как некоторые из конкурентов, а правильно. Мы резервируем не конкретные комбинации ресурсов, а ядра и память. Это значит, что если у вас есть база данных на 8 ядер и вы их зарезервировали на год, то есть 8 ядер у вас с 30 процентной скидкой, а потом вам вдруг перестало хватать производительности вашей базы данных и вы увеличиваете количество ядер, например, до 12, у вас 8 ядер остаются с 30 процентной скидкой, а за 4 ядра вы начинаете платить по прайсу. И при этом, если вы дальше понимаете, что вам и дальше необходимо 12 ядер, вы можете докупить еще 4 ядра и все 12 ядер у вас будут с 30 процентной скидкой. Это очень хороший способ экономии, потому что базы данных больше всего, больше других сервисов облака попадают под сценарий резервного использования, когда база данных работает всегда. Следующий важный вектор развития это идти в ногу со временем. Вот на слайде перечислены новые мажорные версии для разных СОБД, которые мы поддержали. Например, для Пасгреса свежие версии для 1С, в Кликаусе большое количество мажорных версий случилось, в Монго ДБ вышли 4.2 и 4.4, в Редисе случился 6.0. Все эти версии, конечно же, поддержаны у нас, и в целом, когда выходит новая версия, она появляется у нас на платформе очень быстро. Ну и другое важное направление развития, это уникальные для облака вещи, которых ни у кого другого нет. Одним из таких примеров является ClickHouse Over Object Storage. Это возможность отмасштабировать хранилище без масштабирования вычислительных ресурсов. По сути, эта штука дает возможность вам положить сотни терабайт данных на небольшое количество ядер и таким образом сильно поэкономить деньги. Реализовано это в виде гибридного хранилища, когда свежие данные пишутся, например, на SSD, а по мере их устаревания они перекладываются в объектный сторидж. По перформансу это похоже на обычные HDD диски, а по деньгам значительно дешевле. Для того, чтобы воспользоваться новой функциональностью в веб-интерфейсе, достаточно поставить одну галочку. У вас в системе появится новый тип диска с типом S3 и при создании таблички вы сможете указать, что все данные по TTL старше суток перекладывая в объектное хранилище. И дальше, ClickHouse будет заниматься этим самостоятельно. И вы будете работать с этим через оригинальный протокол ClickHouse, оригинальными SQL-запросами, вам для этого ничего менять не надо будет. Эту штуку мы анонсируем тоже в Public Preview, то есть хранение в объектном хранилище тарифицироваться пока не будет. Из ближайших планов у нас сделать так, чтобы Object Storage можно было использовать в качестве основного хранилища. И важным здесь является то, что мы сделали это в Open Source в основной кодовой базе ClickHouse. То есть воспользоваться этим на самом деле можно где угодно. Подробнее про то, как мы участвуем в развитии Open Source баз данных, сегодня будет доклад от моего коллеги Андрея. Рекомендую его послушать. Другим примером уникальных технологий является автоскейлинг в DataProc. Такого вы в Hadoop на своем железе получить не сможете, просто потому что количество этого железа ограничено, а в облаке есть возможность автоматически увеличивать и уменьшать количество узлов в зависимости от нагрузки. Больше того, все это сделано на прерываемых виртуальных машинах, которые почти в четыре раза дешевле обычных и позволяет очень хорошо экономить деньги. Не буду на этом подробнее останавливаться, потому что в следующем докладе Михаил расскажет подробнее. Еще одной вещью, которой ни у кого, по крайней мере в России нет, это Point in Time Recovery для MongoDB. Возможность восстановиться из резервной копии не на момент времени, когда эта копия была сделана, а на произвольный момент времени. Доступна она только с версии 4.2, которая, как я уже сказал, в России есть только у нас, потому что только мы являемся официальными партнерами MongoDB. И, опять же, важно сказать, что сделали мы это в Open Source. То есть, вообще говоря, этой функциональностью воспользоваться может кто угодно. Ну, не во всем мы уникальны и бежим впереди конкурентов. Есть какие-то вещи, где мы отставали. Одной из таких вещей является невозможность в прошлом на платформе Облако реализовать такой сценарий. Хотим бэкапы за последнюю неделю ежесуточные, за последний месяц еженедельные, за последний год ежемесячные. Вот мы давали только фиксированное количество окна восстановления. Мы сделали возможность это настраивать и сделали так, что пользовательские резервные копии автоматически не удаляются. И теперь этот сценарий на платформе Облако можно закрывать. Сделали мы это пока только для MongoDB, но инфраструктура там общая для всех баз данных, и совсем скоро доделаем и для других СУБД. А когда мы это сделаем, мы включим биллинг резервных копий по ценам объектного хранилища. Про это в документации у нас написано с самого запуска Облака, но поскольку дефолтное количество резервных копий, как правило, умещается в бесплатный объем, то мы этот биллинг не включали. Вот теперь появляется возможность это настраивать, и если вам нужно больше копий, то это будет стоить по ценам объектного хранилища. Ну и следующая вещь, в сторону которой мы двигаемся, это улучшение UX, User Experience. Например, в DataPro появились ссылки на оригинальные веб-интерфейсы технологий из Hadoop мира. Например, вот так вот выглядит Цепелин веб-интерфейс. Если посмотреть в URL, то можно увидеть, что это URL, доступный из публичного мира. Вам не нужно для этого компрометировать безопасность вашего кластера и открывать его в мир. При этом это безопасно, потому что там такие же, как и во всем облаке, аутентификация и авторизация. Ну и следующий вектор, в рамках которого, в сторону которого мы движемся, это интеграция сервисов друг с другом, причем не обязательно сервисов облачных. Хорошим примером является интеграция с AppMetric, когда прямо в интерфейсе AppMetric появляется кнопка для выгрузки данных в облачный Clickhouse. Выглядит это вот так. Вы указываете интервал времени, можете поставить галочку в реальном времени, и тогда данные будут каждые полчаса подливаться. Выбираете колонки, какие вам нужны, кластер Clickhouse, который вам нужен, и без каких-то дополнительных телодвижений у вас будут появляться свежие данные. Зачем это нужно? Это позволяет решить сценарий, который в оригинальной метрике или AppMetric решить нельзя. Например, построение воронки продаж или обогащение дополнительными данными дает вам большую гибкость. Если вы хотите этим воспользоваться, то нужно заполнить форму по ссылочке. Если режимировать все то, что я сказал про развитие текущих сервисов, то можно сказать следующее, что основными драйверами развития для нас является в первую очередь ваш фидбэк. Во вторую – наше желание и возможность делать уникальные для облака вещи. Затем улучшение UX и интеграции сервисов друг с другом. При этом, когда мы это делаем, мы придерживаемся принципов того, что нужно бежать в ногу со временем, не отставать, выпускать свежие версии, следить за тем, что происходит, не потерять рынок. Нужно обязательно делать лучше конкурентов, а не так же, как у них. Иначе зачем это делать? И если есть возможность сделать это в open source, то мы жадничать не будем, мы сделаем в open source. Теперь давайте поговорим немножко про планы. Во-первых, мы будем развивать текущие сервисы с точки зрения доделок для всех баз данных тех вещей, которые сделали для каких-то или сделали частично. Уже упомянутые сегодня Terraform, Performance Diagnostics, настройка резервного копирования. Во-вторых, мы будем поддерживать те вещи, которые в соседнем докладе прямо сейчас анонсируются новые фичи и инфраструктуры. Не буду спойлерить, можно там послушать. Это все мы тоже у себя, конечно же, поддержим. Дальше мы доведем до general availability состояния все то, что сегодня анонсируем в Public Preview. SQL Server, Elastic Search, Data Transfer, Clickhouse Over Object Storage и автоскейлинг в Data Proc. Ну и, конечно же, мы будем делать новые сервисы. Аккуратно, точнее, уверенно скажем про GreenPlan. Про все остальное пока говорить не будем. Планов много. Давайте поаккуратничаем и анонсировать больше ничего не будем. Если в наших планах нету чего-то, чего вы считаете очень важным для вас, обязательно донесите это до нас как-нибудь. Например, в разделе сообщества на сайте. Это правда работает. Надеюсь, что на примере хотя бы нашей сегодняшней презентации вы это видели. На этом у нас все. Спасибо. Мы готовы ответить на ваши вопросы. Всем привет. Мы в студии и вы просили вернуть ребят, мы их вернули. И теперь можно задать им вопросы. Ряд вопросов есть у меня. Катя, наверное, первый вопрос к тебе про Data Transfer. Ну, вообще понятно, что мы делаем сервис для того, чтобы облако увеличивало потребление, приходили новые пользователи, но если пользователь все-таки хочет уехать из облака, ну или там DR-сайт сделать вне облака у нас, у себя в СОДе или в другом облаке, можно ли для этого использовать Data Transfer? Мы надеемся, что таких случаев будет не так много. Но, безусловно, такая возможность есть. В принципе, миграция сейчас не ограничена направлением только в сторону облака, поэтому все возможно. Более того, в момент миграции из облака вы сможете подстраховаться и обратный трансфер в облако тоже иметь, если все-таки захотите сделать так, чтобы ваша исходная база в облаке оставалась актуальной. Ну, судя по докладу, я так понял, что у нас пока 2 базы данных, которые вы поддержите, MySQL и Podesk. А есть ли в планах что-то еще? В ближайших планах у нас поддержка MongoDB и ClickHouse. И MongoDB в режимах репликации и копирования, о которых я уже говорила. А для ClickHouse, я думаю, что пользователям максимально интересны будут сценарии с гетерогенными трансферами, когда данные можно переносить, например, из Postgres в ClickHouse, тем самым решая свою аналитическую задачу. То есть, я так понял, что из Postgres можно будет переносить в ClickHouse, а из MySQL? И из MySQL тоже. А из ClickHouse можно будет? Можно будет и так. У ClickHouse, скорее всего, в первой версии будет только режим с переносом снапшота, то есть режим копирования. Да, но и такие связки будут доступны. Понятно, спасибо. Володь, наверное, вопрос к тебе. Вообще, когда облако рассказывает про себя, обычно люди очень любят хвалиться объемами, тысячами ядер и статистическими показателями, которые должны продемонстрировать, что облаком много народу пользуются. Но вопрос не про это. Вопрос, какая у нас самая популярность с УБД? Ну, это смотря по какой метрике. Ну, давай по ядрам. По ядрам. Сколько всего у нас максимально? По ядрам, наверное, сейчас в топе Postgres. А если смотреть по байтам на диске, например, то ClickHouse. Ну, потому что сценарии использования у них разные. В ClickHouse, как правило, места на ядро больше, чем в LTP-базах данных. Понятно. Другой вопрос. Если я правильно понимаю, мы сейчас запустили 11 и 12 версию PostgresQL в версии для 1С. Вот на самом деле очень часто пользователи спрашивают, мои клиенты, кстати, тоже, а что вообще в этих версиях под Postgres есть и что несет по нашим пользователям 11 и 12 версия Postgres в формате для 1С? Вот как бы вопроса два. Чем отличается обычный Postgres и что нового в 11 и 12 версии именно для 1С? Ну, отличается от обычной версии подчами от ребят из 1С, которые делают поведение Postgres больше похожим на то, чего 1С привык ожидать от базы данных. Вот. Если говорить про свежие версии, то основное изменение там это перформанс. В Postgres 9.6 появились параллелизм в выполнении запросов и вот Postgres начиная с 11 версии для 1С и сборки, я имею ввиду, научился этот параллелизм запросов использовать. Это значит, что запросы, которые много данных ворочают, будут выполняться быстрее. А быстрее на сколько? Такой вопрос в бугаях, процентах. Надо мерить. Ну, в смысле, даже все зависит от паттерна нагрузки. Мы вот год назад, когда запускали сборку Postgres для 1С, показывали там тесты гилёва. Вот. Но это же все равно синтетика. Ну, я как раз про тест гилёва хотел спросить, сколько он показывает лучше. А тест гилёва, он не CPU-интенсив, поэтому на этом тесте ты разницы не увидишь. Ну, то есть, когда мы запустим для MTB-сервисов у вас данных нереплицированные диски, тест гилёва увеличит скорость сильно. Да. Ну, я знаю, что вроде бы нереплицированные диски в 2 и более раз дают лучше bandwidth и число EOPS, соответственно, тест гилёва, я надеюсь, мы увидим. Спасибо. Еще вопрос про Microsoft SQL Server. Вот мы его запустили, но на какой операционной системе он работает у нас? На Windows, конечно. А почему Windows? Там же есть версия для Linux, это был бы дешевле для пользователей. Ну, она есть, но важно же, чтобы сервис работал, а не просто был. Ну, давайте так вот, если по-честному, то SQL Server на Windows работает там десятки лет, и там много оптимизации сделано в том числе в самой Windows для задачи SQL Server в аспекте хранения данных, например. А в Linux сделано совсем недавно и сделано в основном там для сред тестирования, отладки. Ну, это не для продакшена. Я не знаю никого, кто использует SQL Server на Linux в серьезном продакшене. Это все какие-то тестовые среды. Про то, чтобы сделать сборку на Linux и удешевить стоимость, можно подумать. Сейчас этого нет. Но это мысль, которую мы можем в будущем развить, у себя реализовать. Интересно было посмотреть на тест Гилёва на Microsoft SQL Server, и на Postgres нет таких данных, чем... У нас нет, можно пострелять. Все же можно накликать за пять минут в облаке. Ну, так как с сегодняшнего дня все эти сервисы доступны, если кому-то интересно прогреть тест Гилёва и посрамить Postgres, или наоборот, посрамить Microsoft SQL Server в пользу Open Source технологий, вы можете это проделать и написать нам с рассказом о том, что у вас, собственно, получилось. Спасибо. Про Elastic есть какие-то вещи, которые ты в докладе не говорил, но стоило бы их знать. Я правильно понимаю, что у нас сейчас в превью, то есть мы запускаем Elastic в waitlist. То есть люди нажимают кнопочку, и мы должны ее опнуть. То есть это пока такой waitlist. Примерно сколько пройдет с момента, когда этот waitlist снимут? Месяц, полтора, два? Ну, вот по опыту Кавки прошло два или три месяца. Я думаю, что в случае Elastic будет примерно так же. Понятно. Ну, мы в любом случае всех приглашаем потестировать этот сервис. На самом деле у нас почти с каждым заказчиком есть Telegram-чат, в котором вот вчера, когда мы антестировали Elastic, чаты взорвались и все просят, дайте нам, дайте нам. Поэтому уже кому-то мы дадим на этой неделе. И дальше будем потихонечку выдавать, чтобы команда, которая занимается поддержкой, она аккуратно, так сказать, смогла пережить эту нагрузку, чтобы не возник эффект лондонского аэропорта. Кто не знает, когда запускали один из аэропортов в Англии, у них была проблема с багажом. То есть в первый день там столько много багажа скопилось, что, так сказать, они не смогли его переварить, и аэропорт встал, и потом его несколько недель от багажа разбирали. И я даже, когда читал эту историю, этот багаж перевозили в Италию зачем-то, для того, чтобы это все разбирали. В общем, я к чему? Чтобы у нас не получилась такая проблема, мы ввели waitlist. Поэтому мы сейчас аккуратно пользователей запустим, и, соответственно, будем их потихонечку выдавать доступ и посмотреть, как они работают, какие сценарии используют. Здесь еще важно, чтобы мы получали фидбэк с той степенью, с той скоростью, с которой мы способны его обрабатывать. Ну вот, например, Kafka мы запустили, через waitlist пришли, там первые десятки пользователей, все как один прописли одну и ту же фичу. Возможность запуска в произвольном саднете мы ее сделали, запустили новых пользователей, они уже донесли другой фидбэк. Если бы мы сразу всех пустили, все бы нам рассказали бы только про что-то одно, а не про итеративно, что нужно сделать. Спасибо. Ты упоминал GreenPlan. Вообще в Яндексе есть места, где GreenPlan используют? Почему мы решили его делать? В Яндексе есть, но основная причина, почему мы решили его делать, это спрос со стороны пользователей облака. Много кто сейчас строит свой ДВХ на нем. и, ну так скажем, из решений для ДВХ GreenPlan нам видится наиболее перспективно. Поэтому будем его делать. Внутри Яндекса его точно используют. Яндекс.Такси потихонечку внедряют в медиа-сервисы, но, наверное, есть еще какие-то куски, про которые я не знаю. Ну, в Яндексе, да, много разных есть команд, но одно из крупных хранилищ, но сделано действительно GreenPlan. На самом деле вопрос про GreenPlan был скорее в другую сторону. Если помнишь, была вторая СУБД, насколько я помню, Citus Data, Citus DB. Почему мы решили все-таки GreenPlan, а не Citus? И, может быть, надо было Citus, мы не правы. Ну, скажем так, Citus – продукт молодой. И если смотреть с технической точки зрения, то там, например, данные все еще хранятся построчно. И поэтому на аналитических запросах он проигрывает GreenPlan. Основная ценность GreenPlan даже не то, что он там поколоночно данные хранит, это то, что у него в оптимизатор запросов вложено много человек десятилетий относительно ванильного пастгресса. В Citus относительно ванильного пастгресса в оптимизатор вложено не так много. Там есть достаточное количество оптимизаций, но совершенно несопоставимый объем. Понятно. Ну, на самом деле, да, одно из крупнейших хранилищ в России на GreenPlan это Тинькофф. Если кто-то сможет новости, то еще и поэтому GreenPlan правильное решение для нас. Спасибо. На самом деле, коллеги, у нас остается всего лишь две с половиной минуты до следующего доклада. Я сейчас посмотрю вопросы из YouTube. Может быть, в YouTube был вопрос, который мы не успели задать. Потому что, на самом деле, мы просим всех задавать вопросы через нашу форму трансляции на нашем сайте. Но, на самом деле, так как в YouTube мы все равно делаем стриминг, люди все равно спрашивают там. Поэтому, ну, наверное, придется и ответить на вопросы. На самом деле, вопрос Алексея Солымина, если я правильно назвал фамилию, или неправильно назвал, извините, карты с импортированными данными на какой-то средств времени онлайн. На самом деле, вопрос не очень понятен, про какую карту вы имеете в виду. Если вы имеете в виду DataLens с его визуализацией, то этот вопрос вы оставьте, пожалуйста, на трек DataLens. У нас он будет третьим в сегодняшней программе. И, соответственно, они вам рассказывают, как можно данные кэшировать на средств времени онлайн и там подобные вещи. Это все, я думаю, что мы сможем ответить в рамках трека про DataLens, который наступит, в общем, достаточно скоро через один доклад. А сейчас я бы хотел рассказать, что следующим докладом будет доклад Михаила Епихина, руководитель сервиса DataProc облачного ходу по облачной Kafka, который расскажет про то, как построить аналитику в облаке. Это отдельный большой мир, который мы бы хотели вам представить. Спасибо.